Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрыч, ребятки, и мы сегодня с вами устроим первый взгляд на новый GTA 5 RP проект под названием Radmir RP. Что ж, думаю, ребята, я не буду представлять Radmir, потому что этот проект довольно-таки глобальный, он есть в CRMP, МТА, где только их нету, но и, в общем-то, ребята показывают, что, а где бы они не создавали свой проект, это будет действительно очень довольно-таки крутая платформа, но я думаю, многие из вас давно играли, потому что просили меня тоже поиграть на этих проектах. В общем-то, GTA 5 RP, наконец-то, вышло в свет, поэтому мы на него посмотрим прямо сейчас. Скажу честно, они приглашали меня поиграть еще на самом открытии, но я решил дать им время, пока они, ну, исправят свои косяки, потому что на выходе сервера всегда есть косяки, и надеюсь, что сегодня все будет отлично. Итак, друзья, первая серия, первый взгляд, первая жизнь на все мы сегодня с вами посмотрим. Я решил сразу сходу задонатить 5000 рублей, чтобы все это дело обменять на игровую валюту, купить себе дом, крутую тачку, ну и, в общем-то, как говорится, сразу сходу понять, в чем весь сыр-бор и посмотреть, как же здесь развиваться. Так, я смотрю, что здесь есть значок вот такой вот, и типа можно скутер себе арендовать, отлично. Так, как с тобой взаимодействовать? Взаимодействие Е. Выбрать скутер для аренды? Да, 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 хочу для аренды. Ну и гоночный, конечно же, Fagio, самый быстрый, я так понимаю, который сейчас есть на данный момент, поэтому погнали. Запустить Альта довольно-таки интересно, это мне напоминает NextRP. Так, все незнакомцы, как вы видите, это довольно-таки правильно, то есть, если на прошлом проекте, как бы, имена игроков сразу были видны, здесь такого нету. Здесь сначала нужно, ну, поздороваться, да, познакомиться, в общем-то, потом ты будешь понимать, что это за человек. Хочу сразу сказать, что я зашел вечером, и на проекте уже 453 человека, это охренеть, какое большое количество. Ну и, ребята, я вам, конечно же, не сказал, чтобы вы играли вместе со мной. Присоединяйтесь, я думаю, что здесь мы с вами устроим просто настоящую ваханалию, почему бы и нет. Это мой промокод, как всегда. В общем-то, чтобы его ввести, нужно нажать F2, давайте я вам сразу покажу. Ввести промокод, ну и вот сюда просто вбить. Итак, ребята, донат. Давайте посмотрим, что здесь есть. За игровую валюту, за 1 реальный рубль вы можете получить 600 баксов. Ну, не знаю, насколько это хорошо, и вообще, сколько стоят дома, сейчас будем с вами разбираться. Я вот вижу, что полный пакет лицензий стоит 500 рублей, я сразу его, пожалуй, обменяю. То есть, это права на машины, самолеты, вертолеты, на все-все-все подряд, сразу, вот так вот сходу. А это хорошо. Так, деньги я пока менять не буду, потому что, в принципе, я не знаю стоимость всего, что у нас здесь есть. Поэтому давайте посмотрим вообще на карту. Это что у нас? Это у нас таксопарк. Таксопарк мне не нужен. Довольно-таки интересные картинки. Ну, я полагаю, что нам нужен магазин транспорта, и, к сожалению, нету здесь щитов. Я бы сейчас как на нитро, как полетел бы. В общем-то, ладно, сейчас мы доедем, разберемся, сразу посмотрим, сколько здесь что стоит. Кстати, уже поздний вечер довольно-таки, как вы видите, смеркалось. Но, тем не менее, ничего страшного в этом нет. Так, магазинчик в центре города, магазинчик у Симона. Надеюсь, что здесь есть замененки. Я как бы сходу сразу себе куплю хорошую машину, чтобы мы смогли с вами быстрее передвигаться по городу. Так, окей, незнакомец, БКЦ. Это что такое БКЦ? Я даже не знаю, что это такое. Так, магазин открыт, отлично. Премиум Делюкс, кстати, это то, что нам нужно. Список товаров, погнали. Буфало, 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 Буфало. А вот, BMW M5, нет, нормально. 3 миллиона стоит BMW M5, бак 68 литров, расход 10 литров, скорость шикарная, ускорение средненькое, торможение нормальное. Так, а Mercedes-Benz S63 довольно-таки стандартный. Такой набор, да. Так, а стоит он, кстати, 2 миллиона. Ну, скорость у него поменьше, ускорение тоже поменьше. То есть, BMW M5 как бы лучше. Но все-таки Mercedes-ик стоит дешевле. Поэтому, если что, пока смотрим на него. Mercedes-Benz V212 E63S. Тоже хороший агрегат. Ну, он, кстати, в разы еще хуже, чем этот. А он такой же. Прикиньте, ребят, абсолютно такой же Mercedes. Плюс он меньше, плюс он, ну, имеет, да, бак чуть-чуть поменьше. И расход у него получается тоже не такой уж и высокий. Слушай, да он реально выгоднее брать Mercedes V213. Он серьезно, он дешевле и он лучше. Окей, пока смотрю на него. Итак, друзья, я обменял 2,5 тысячи. Это ровно 1,5 миллиона рублей. Довольно-таки все логично. Давайте теперь обратимся к нашему товарищу. И, конечно же, купим тачку. Стоила она 1,3 миллиона. Давайте я быстренько ее найду. Где-то вот здесь, да. А купить? Отлично, отлично. У меня появилась машинка. И машинку я должен забрать где-то на улице. Так, а что по поводу телефона, кстати? У меня есть телефон? Да, у меня есть телефон. Давайте полазим, посмотрим. Ну, сообщения пустые. Кстати, телефон я бы купил новый, если такая возможность есть. Так, ничего интересного. Такси. 12 таксистов работает. И 7 заказов сейчас есть. То есть, довольно-таки распространенная тема. Можно поработать в такси. А мой номер 149-582. Ребят, записывайте, пишите смс. На серии звонить не надо. А так, если между серией, то можно с вами поболтать. Почему бы и нет? Я вполне за. Так, ладно. В телефоне делать нечего. Погнали. Блин, а как сесть в машину? Закрыть-открыть, Эл. Да ты тупой! Ты мудак! Эл, твою мать! Закрыть-открыть! Ты зачем сломал стекло? Ну, что за даун это у меня за персонажи? Я только нажал открыть, он взял, выбил главное стекло и открыл машину. Ну, просто гений, мать твою. Слушай, у меня остались деньги. 141 тысяча. Вот здесь, я так понимаю, что это? Это стройка или это Лос-Кастом? Скорее всего, это стройка. Потому что Лос-Кастом у нас в определенных местах находится. Так, где мы будем с тобой покупать дом? Я думаю, что вот эти дома, вот эти дома, это прям самый топовый район. То есть, район зеркального парка. Там вы помните, что есть такие особняки и домики. Там есть озеро. Мне кажется, что я бы с удовольствием там жил, на самом деле. Так, окей, погнали. В общем, там магазинчик, кстати, здесь есть. Можно было тоже зайти посмотреть. Но, думаю, ладно. А какой домик взять? Я думаю, что вот с этой стороны домики подешевле должны быть, чем с той стороны. Интересненько. Тут еще байк стоит чей-то. Не знаю, чем байк. Давайте посмотрим, что вообще тут по деньгам дома стоят. Нажми Е. Цена 350 тысяч. Гараж есть. Аренда, да. И есть владелец. То есть, красные дома, это значит, что дома уже купленные. Это значит, что нам нужно найти еще нормально себе домик. Да ты что делаешь-то, тупица? Господи, это реально немножко тупо сделано управление. Ну, ладно, я думаю, что это мы переживем. Мне нужен зеленый дом. Ни одного зеленого дома я не вижу. Только на Вайнвуде, да? Офигеть. Все дома уже скуплены. Ребята, проекту всего лишь две недели. Все дома уже скуплены. Чтобы вы понимали, если вы хотите себе дом по дешевке, вам придется сидеть и ждать, когда кто-то забудет заплатить аренду. Ну и, в общем-то... И, в общем-то, вы успеете приехать. Давайте отправимся к этому дому. Я думаю, что, блин, там, возможно, мы что-нибудь хорошее найдем. По поводу работ не знаю, но уже как минимум видел, что таксисты здесь востребованы. Это значит, что можно на нашем Эрсике поработать в такси, потому что у нас быстрая, хорошая машина. Быстрее будем доезжать до местного назначения. Ну и, в принципе, больше сможем заработать. Я считаю, что это, с одной стороны, хорошо. Правда, главное, чтобы не прилетела пуля в лоб. Кстати, я купил лицензию на оружие же. Давайте сразу я поеду и куплю себе оружие. Оружие мне 100% нужно. Вот сейчас и посмотрим, 500 рублей доната на лицензию на оружие распространяется или нет. Если да, то это будет прям вообще мега кайфово. Если же нет, то нет, как говорится. Так, здорово, мужик. Давай-ка мне сразу список товаров. Автоматическая винтовка 15 тысяч. Это МК купить. Да, сразу купил. Ребят, сразу сходу купил. И мне нужно сколько? Мне нужно, 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 нужно 500 патронов. Я буду террорист, мать твою. О, да, детка. Ну да, около 100 тысяч мы потратили на оружие. Но самое главное, что оно у нас есть. Я думаю, что имиджем мы будем заниматься в следующей части, друзья. Пишите, капиталь, что думаете. Я как не могу привыкнуть к клавиши L открыть-закрыть машину. На самом деле, немножко неудобненько. Но это, как говорится, все мелочи. Моя задача на сегодня купить себе еще дом. Желательно хороший. Но денег, мне кажется, не хватит. Там как-то странно машина брошена. Ладно, не суть. Погнали, погнали, погнали. Сразу же прямиком покупать дом. На дом, конечно, у меня есть подозрение, что денег у меня не хватит. Просто дебилойды. Вы что творите по встречке? Мы только что так чуть не вмазались друг в друга. Я бы, наверное, вышел и измотал бы их из МК сразу. Потому что если есть МК, ты злой, опасный. Почему бы и нет? Так, закрыто. Все, хорошо. Сколько стоит? Сейчас будет бешеная стоимость, наверное. 3,5 миллиона рублей. 3,5 миллиона рублей. Это очень дорого. И, кстати, вот эти черепки, я так понимаю, что это дома банды. Слушай. Это довольно-таки интересный факт. И думаю, что лучше бы нам отсюда удрать. Потому что... Потому что ну его нафиг. Так, тут дом стоит 6,5 миллионов. Да. Да ты дурак. Да что ты садишься на заднее сиденье? Господи, что не так-то с этим пацаном? В общем-то, я понял. На Вайнваде даже дальше нет смысла ехать, покупать себе какой-то дом. Потому что это будет очень дорого. Я планировал дом купить до миллиона. Но, к сожалению, не судьба, говорится. Поэтому ничего хорошего не будет. Давайте я отправлюсь в Лос-Кастомс. Хотя бы прокачаем тачку. Посмотрим, как это все дело здесь выглядит. Так, вот кто-то тоже на мэрсике. Тоже товарищ донатер. Вот тут, кстати, сделано довольно-таки хорошо. Что каждый может одновременно заехать. В принципе, без каких-либо проблем прокачаться. Так, компоненты. Давай посмотрим, что здесь есть. Двигатель максимальный. Сколько стоит? 16 тысяч рублей. 500 я снимаю. Я думаю, что все деньги сразу тратить не буду. Они нам еще пригодятся. Так, 313 тысяч. Хорошо. Так, тормоза выбрать. 12 тысяч. Самые дорогие, конечно же. Я не буду ставить колеса. У Мерседеса колеса прекрасные. Мне кажется, их портить не надо. Так, комплект здесь я все поставил. Покраска. Давайте посмотрим. Тип. Да, отлично. Так, а что по поводу тюнинга? Больше ничего нету, да? То есть, тут чисто только внутренняя начинка на прокачку. К сожалению, да. К сожалению, нету никакого тюнинга на Мерседес. Если бы были обвесы, было бы вообще мега круто. Но как есть, так есть. Есть магазин тоже. Тачек, что ли? Ну да. Видать, так оно и есть. Окей, погнали, посмотрим. Так, все, транспортное наследство закрыто. Давай спросим, кто он такой. Тачки спорт были здесь. Да ладно, я себе купил не то, что нужно. Чебурек! Ха-ха-ха-ха! Чебурек! Чебурек! Такое мы точно знаем. Тезерак стоит 26 миллионов. Охренеть, какие бешеные суммы. Тут можно донатить просто до того, пока у тебя кровь, как говорится, и задница не пойдет. Так, еще что здесь есть? Осирис, буллет. Я вроде замененок пока что больше не вижу. Все остальное стандартное. То есть, у нас как минимум есть вот такой вот Брабос. Но Брабос, если честно, мне не шибко нравится. Окей, друзья. Ну, такая первая серия получилась. То есть, играйте вместе со мной, вводите промокод регистрации, получайте хорошие бонусы. Напомним, чем больше вы играете, тем больше вы получаете бонусов. Тем более, разработчики игры довольно-таки часто в своей группе ВКонтакте делают конкурсы. Недавно вот раздавали там просто по 70 тысяч баксов всем, кто отыграл 13 часов в игре. Я считаю, что это довольно-таки солидно. Ну что ж, друзья, с вами был Юрич. Спасибо всем за просмотр. Играйте со мной. Ссылка в описании. Промокодик вы уже знаете. Присоединяйтесь. И будем играть вместе. Погнали.